Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, рекомендую подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Причем не только обзоры в формате тест-драйвов, но и обзоры технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Автомобиль, про который пойдет речь в нашем обзоре сегодня, когда-то, будучи новым, продавался очень и очень большими тиражами. При этом и на вторичном рынке эти автомобили до сих пор продаются, продаются в большом количестве, а самое главное шокируют разбросом цен. На самые ухоженные экземпляры цена может быть вполне-вполне взрослой. Причем и в поддержанном состоянии эти автомобили также имеют очень широкое хождение на вторичном рынке в России. В ближайшие несколько минут мы пробежимся по основным особенностям данного автомобиля в поддержанном состоянии и определимся с тем, стоит ли покупать подобный автомобиль в 2022 году. Встречайте, Kia Sportage, второе поколение. Второе поколение Kia Sportage появилось в 2006 году. На конвейере эта машина, как это ни парадоксально, простояла очень непродолжительное время. Последние Sportage скатились со сборочных линий в 2010-м. За свой короткий период жизни эта модель успела пережить целых два рестайлинга. Правда, человек непосвященный, с большой долей вероятности, первый рестайлинг от последнего отличит вряд ли. Так как обновление было в основной массе чисто косметическое и практически незаметное невооруженным глазом. На российский рынок эти автомобили попадали, будучи собранными на совершенно разных сборочных площадках. И кто-то говорит о том, что качество сборки от завода к заводу могло отличаться. Возможно, изначально, когда они были новыми, какие-то огрехи качества сборки отдельных локаций и были заметны. Но с поправкой на прошедшие годы и те сотни тысяч километров дорог, которые эти автомобили уже намотали на колеса на просторах нашей необъятной родины, вся эта разница в изначальном качестве сборки, скорее всего, уже давно нивелирована. Да и заводских деталей в этих автомобилях со временем остается все меньше и меньше. Что касается моторной гаммы, в этих машинах вы могли обнаружить один из трех вариантов силовой установки. Двухлитровый бензиновый мотор мощностью 141 лошадиную силу, 2,7 бензин на 175 лошадиных сил и двухлитровый дизель, который, в зависимости от исполнения и рынка, на который машина ориентировалась, мог выдавать как 112, так и 140 лошадиных сил. Коробки передач автоматические либо механические, привод передний либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2008 года. Этот автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом. По традиции обзор начинаем с кузова автомобиля. Поговорим про толщину и качество локрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот кузов способен сопротивляться коррозии. Что касается толщины ЛКП, то Sportage второй генерации это типичный корейский, японский, в общем, любой азиатский автомобиль. Слой окраса абсолютно стандартный, от 90 до 140 микрон. Крайне редко бывают исключения из этого правила. Качество окраса также довольно стандартное. Сколы, царапины, все это присутствует, как правило, на возрастных машинах. И чем более интенсивно автомобиль эксплуатировался, тем больше подобных отметин будет нести на себе кузов. Кстати, стоит отметить, что сколы и царапины до металла на этих автомобилях лучше залечивать своевременно, поскольку с оцинковкой кузова здесь все плохо. Ее попросту нет. Соответственно, обнаженный металл вполне может зацвести и сделать это довольно-таки быстро, особенно в условиях эксплуатации автомобиля в регионе, где использование реагентов поставлено на широкую ногу. С поправкой на возраст большинства автор экспортажей, осмотр кузова нужно осуществлять обязательно. И это касается не только видимых мест присутствия ржавчины, таких как, например, задние арки, места стыковки кузова с пластиком, нижние края дверей с внутренней стороны и так далее. На этих автомобилях также встречается коррозия под непосредственно уплотнителем лобового стекла по его рамке, что в самых запущенных случаях может приводить к появлению протечек. Ржавеет здесь в определенных условиях и пятая дверь в районе накладки номерного знака. Ну а самое основное это осмотреть машину снизу, поскольку на данных кузовах, как и на туксонах первого поколения, очень часто коррозия задней части автомобиля по низу начинается с левого лонжерона. И в некоторых случаях она успевает перерасти уже в сквозную коррозию. То есть на лонжероне будут дыры, которые будут однозначно требовать вмешательства сварного. Если же вы хотите наглядно посмотреть, что может представлять из себя подобный автомобиль в запущенном состоянии, посмотрите пару автомобилей, предлагаемых по самому низу рынка, и желательно сделать это на подъемнике. Именно в этом случае у вас появится представление о том, как быть не должно. И появится неплохой шанс на контрасте найти для себя Sportage с хорошо сохранившимся кузовом. Что касается аспектов, связанных с кузовом, но при этом не связанных ни с ЛКП, ни, собственно говоря, с коррозией. К моментам, которые обязательно нужно проверить при покупке подобного автомобиля, относится работоспособность заднего стеклоочистителя, который довольно часто попадается на этих автомобилях в нерабочем состоянии. А также, собственно, работоспособность обогрева заднего стекла. Проблемы с нитями или с проводкой на которой также попадаются достаточно часто. Ну и небольшое дополнение из нашей практики. Довольно часто и почему-то именно на Sportage, а не на соплатформенном Tuxoni попадается проблема с ручкой открывания крышки багажника. В случае, если эта проблема есть, ручка залипает в положение открыто, но при этом ничего абсолютно не происходит. То есть замок не срабатывает, и вы не можете открыть крышку багажника. Пару-тройку раз с подобной проблемой нам приходилось сталкиваться. Так что проверьте, чтобы оба замка и на крышку багажника, и на заднее стекло у вас исправно работали. Что касается бортового электрооборудования, то Kia Sportage второго поколения это весьма и весьма несложный в плане бортовой электроники автомобиль. Соответственно, простой в данном случае обозначает отказоустойчивый. Каких-либо явных и систематических проблем с электрикой по салону у этих автомобилей, как правило, не бывает. Единственное, что на всякий пожарный следует проверить, это непосредственно работу системы кондиционирования воздуха. Чаще прочего подводит именно сам компрессор кондиционера. Случаи же, например, выхода из строя самого моторчика печки, или случаи, когда не работает переключение режимов обдува, потому что неправильно функционируют заслонки системы климата, на этих автомобилях практически единичные. Ну а теперь поговорим про моторы под капотом второго Sportage. Первым двигателем в линейке, и, кстати, одним из самых распространенных, является G4-GC. Это рядная чугунная четверка, которая к моменту своего появления под капотом Sportage успела обзавестись фазовращателем на впускном распредвалу. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива, нет никаких замудренных впускных коллекторов с изменяемой геометрией, а привод ГРМ комбинированный. Основной привод осуществляется при помощи ремня, ну а распредвалы между собой связывает цепочка. Двигатель накрыт сверху двухвальной головкой блока цилиндров на 16 клапанов, которая не имеет гидрокомпенсаторов. Поэтому раз в 90 тысяч километров по регламенту клапана, по идее, должны проходить через процедуру проверки зазоров и соответствующей регулировки, которая здесь осуществляется далеко не самым удобным способом – подбором соответствующих шайб. Так что при осмотре подобного автомобиля обращайте внимание на присутствие посторонних звуков со стороны головки блока цилиндров, вернее, со стороны клапанного механизма. Регламент замены ремня ГРМ в данном случае – это 60 тысяч километров пробега. По крайней мере, именно такие цифры позволят вам практически гарантированно избежать проблем с ремнем ГРМ. Исключение из правил может быть, разве что в случае, когда у вас, например, потек сальник и произошло замасливание, собственно, ремня ГРМ. В этом случае, конечно, лучше поменять его, не дожидаясь подобных цифр пробега. При обрыве ремня ГРМ клапана на Г4 и ГЦ гнет. Благо, контролировать состояние самого ремня на этом моторе не так уж и сложно. Для этого достаточно открутить буквально три болта со стороны крышки, отогнуть ее и в образовавшийся просвет глянуть на то, в каком состоянии находится сам ремень. Конечно, если на ремне есть единичный дефект в виде, например, надрыва, которым этот ремень остановился где-то за пределами зоны видимости, вы его не обнаружите. Но увидеть общее состояние ремня, насколько он высохший, насколько он потресканный или, наоборот, канолевый и целый, вы сможете. Так что мы бы рекомендовали при покупке подобного автомобиля на ремень ГРМ все-таки взглянуть поподробнее. Благо, это недолго и несложно. Что касается системы зажигания на G4GZ, то в данном случае у нас используется, по сути, одна катушка с четырьмя высоковольтными проводами, которые уже идут непосредственно к цилиндрам. Доступ к всему этому хозяйству здесь отличный. Достаточно открутить буквально два болта, скинуть декоративную крышку и, пожалуйста, то есть с процедурой замены свечей на данном моторе справится практически любой автолюбитель. Кстати сказать, фазовращатель на этом двигателе не отличается какой-то повышенной ломучестью и при условии использования масла нормальной вязкости будет служить достаточно долгий срок, никак не меньше, чем 150-200 тысяч километров. При осмотре автомобиля обращайте внимание на общее состояние двигателя, поскольку, если предыдущий владелец пренебрегал вообще какими-либо интервалами замены масла, делал это очень редко, либо заливал сюда откровенно дешевое паленое моторное масло, мотор вполне может обрасти нагаром до такой степени, что впоследствии отправится прямиком на помойку и будет поменен на контрактный агрегат. На нашей практике случай такой был, причем двигатель отъехал в мир иной на пробеге намного меньшем, чем 500 тысяч. Но при соблюдении регламента обслуживания, если вы будете заливать сюда нормальное моторное масло вязкостью 5,40 и не пренебрегать его регулярной заменой, эта силовая установка отработает свои полмиллиона. Кстати говоря, мотор спокойно переваривает и 92-й низкооктановый бензин. Второй мотор, который также довольно распространен на вторичном рынке, агрегатировался только с автоматом и полным приводом, это шестерка V-образная с алюминиевым блоком цилиндров маркировкой G6BA. Этот двигатель достаточно старинный по своей конструкции, также достаточно простой. Здесь такой же комбинированный привод газораспределительного механизма, ременно-цепной, наподобие того, какой мы видели, например, у Toyota на моторах MZ-серии. При этом ремень ГРМ приводит по одному распредвалу в каждой голове, а между собой распредвалы связаны цепями. Но, в отличие от двухлитрового мотора, G6BA имеет гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, соответственно, заморачиваться с регулировкой вам не придется. На V6 производитель также применил впускной коллектор с переменной геометрией, и проблема с этим коллектором кроется в оси, на которую крепятся болтиками заслонки, перекрывающие каналы. С годами крепления заслонок на оси могут ослабевать, и в случае, если болтик крепления будет потерян, ему ничто не мешает проделать путь прямиком через впускной коллектор к поршневой группе. Последствия могут оказаться достаточно печальными. Однако, на нашей собственной практике, несмотря на огромное количество автомобилей с подобными двигателями, встречаться с разрушением заслона впускного коллектора нам не приходилось. Сам ремень на V6 служит достаточно долго, даже побольше, чем регламентный 60 тысяч километров до замены, но, бывает, подкидывает проблем его гидронатяжитель. В этом случае, при запуске на холодную, ремень может проскочить, и двигатель вы не запустите. Но, в случае, если вы доведете до обрыва, не исключен вариант с последующей заменой гнутых клапанов. V-образная шестерка G6BA очень неплохо переваривает тот же самый 92-й бензин и отличается, в общем-то, достаточно завидным ресурсом под 400 и более тысяч километров пробега, не особо уступая в этом смысле своему двухлитровому чугунному собрату. При эксплуатации V-образной шестерки необходимо помнить о том, что помимо большего расхода топлива, ну и, конечно, в обмен на намного лучшую динамику автомобиля с подобным двигателем, вы также получите и своего рода бонус, в кавычках, в виде более сложного доступа к свечам на задней головке блока цилиндров, а также необходимостью более тщательно контролировать работоспособность системы охлаждения, поскольку алюминиевая шестерка к перегреву весьма чувствительна. А с поправкой на то, что практически большая часть владельцев подобных автомобилей к большим пробегам уже успела как минимум по разу поменять основной радиатор охлаждения по причине протечек Онова, при выборе поддержанного экземпляра особое внимание нужно обращать на отсутствие подтеков антифриза и вообще на исправность системы охлаждения в целом. Вообще оба бензиновых мотора на этих автомобилях крайне надежны и ресурсны. В основной своей массе на машинах с большим пробегом приходится сталкиваться, скажем так, с периферией этих моторов. Поршневая группа очень хорошая, что на двухлитровой рядной четверке, что на V6. Единственное, на больших пробегах за 200-250 тысяч километров V-образник уже, конечно, может начать подкушивать масло. Как правило, по причине потери подвижности маслосъемных колец, ну и, соответственно, высыхания маслосъемных колпачков. Так что при покупке навесное оборудование также проверяйте насос гидроусилителя, компрессор кондиционера и так далее. На автомобиле в возрасте по этим вещам также могут быть нарекания. И еще одно небольшое дополнение. Если вы заводите автомобиль своеобразной шестеркой на холодную и при этом слышите, что двигатель как бы стучит, вполне возможно, что стучат сами гидрокомпенсаторы. Подобное встречается на данных автомобилях на пробегах уже свыше 150 тысяч километров. И если после тест-драйва, после того, как вы прокатились на машине и несколько раз хорошенько прижали педаль газа в пол, то есть, соответственно, несколько раз подняли давление масла, двигатель заработал бесшумно, то это гидрокомпенсаторы с большой проблемой это по сути не является. И если этот стук на холодную после долгого простоя не будет вас напрягать, можете эксплуатировать автомобиль и так. Каких-либо практических опасностей подобный симптом в себе не несет. Ну и третий мотор это дизель объемом 2 литра, в разных вариантах он выдавал либо 112, либо 140 лошадиных сил. Д-4ЕА это его маркировка. Блок двигателя здесь чугунный, головка блока цилиндров с одним-единственным распредвалом, 16 клапанов, есть гидрокомпенсаторы. Привод ГРМ все такой же ременной, регламент замены те же самые 60 тысяч километров. А впоследствии при обрыве ремня все такие же печальные, как и на предыдущих агрегатах. Система впрыска дизеля Bosch Common Rail. И в принципе пока эти моторы были новые, особых проблем они не вызывали. Но с поправкой на возраст и большие пробеги, а как правило дизельные моторы покупали не для того, чтобы проезжать на нем по 5000 километров в год, предполагают возможность столкнуться после покупки такого автомобиля с полным техническим обслуживанием как топливной системы с заменой, например, тех же самых форсунок, так, например, и с необходимостью поменять нерабочие свечи накала, без которых зимний запуск подобного автомобиля превратится в увлекательнейший аттракцион. Что касается турбины, которая как раз и отвечала за то, какую мощность в конечном итоге будет выдавать двигатель, то независимо от того, какая именно турбина будет установлена на моторе, ее ресурс порядка 150-170 тысяч километров пробега. Не так уж и мало, но и не беспредельно много. Из нашей практики подавляющее большинство дизелей с большим пробегом могли похвастаться огромным количеством течи и масла практически везде, где это только возможно. Передние и задние сальники коленчатого вала, крышка клапанная и, собственно говоря, система впуска. То есть, патрубки, идущие на турбину, как правило, уже имеют серьезные замасливания. Так вот, если вы осматриваете дизельный автомобиль, у которого двигатель не просматривается под слоем многолетних масляных отложений, то от покупки такого автомобиля лучше на всякий пожарный отказаться, если только нет желания заниматься его реставрацией. В любом случае, выигрыш, который вы получите на подобном автомобиле от наличия под капотом дизеля в плане расхода топлива, будет несопоставим ни с потенциальными затратами на замену подобного двигателя на контрактный случай его выхода из строя, ни тем более с затратами на его капитальный ремонт. Кстати, изначально этот дизельный двигатель разобватывался вовсе не корейцами, а итальянской компанией ВМ Мотори, которая приложила свои руки к большинству агрегатов, стоящих под капотами Фиатов. Ну и, кстати, компания Крайсер также не раз пользовалась их услугами. В частности, подобная силовая установка объемом 3 литра стоит под капотом Jeep Grand Cherokee в кузове ВК-2. Что касается коробок передач, на вторых спортажах могли стоять как механические, так и автоматические КПП. Механика пятиступенчатая, коробка очень простая, примитивная и, в принципе, ничем плохим, особо не отметившаяся. Ресурс механической коробки здесь практически ничем не ограничен, служат они очень долго. Единственный момент, что срок службы компонентов сцепления это 100-150 тысяч, в зависимости от манеры эксплуатации. И при замене комплекта лучше сразу поменять, естественно, и выжимной подшипник тоже, поскольку в противном случае тысяч через 20-30 после замены сцепления менять выжимной вам все равно придется. Соответственно, и оплачивать повторно ту же самую работу. Хотя, по сравнению с некоторыми современными автомобилями, замена сцепления на втором спортаже не особо-то трудоемкая процедура. Ну, а если вы не планируете заниматься этим сами, то не особо дорогая. Единственный момент, что при осмотре автомобиля с механикой на всякий пожарный прокатитесь и поймите, насколько удобно вам будет пользоваться, например, рычагом переключения передач на этом автомобиле. Механизм переключения, вернее, четкость переключения здесь оставляет желать лучшего. Но к большому пробегу кулиса может оказаться и вовсе разболтанной. Что касается автоматических коробок, то для двигателей 2 литра и 2,7 литра КПП сюда шли разные. Хотя обе коробки представляют собой классический гидромеханический автомат на 4 передачи. На 2-литровой автомобиле устанавливались коробки типа F4 A42. Данные трансмиссии, скажем так, не особо чувствительны к наличию продуктов износа в масле благодаря нормальной системе фильтрации рабочей жидкости. Так что при эксплуатации подобного автомобиля будет достаточно менять рабочую жидкость раз в 60 или хотя бы в 80 тысяч километров пробега. А именно 2-литровые автомобили не располагают к спортивному стилю вождения. Поэтому, если что-то когда-то и случалось с подобными коробками, как правило, проблема была связана, например, с выходом из строя игольчатого подшипника 4 передачи. И то у чрезмерно активных водителей. Что касается коробки F4 A51, которая устанавливалась на автомобиле с двигателем 2,7 литра, ее запас прочности выше. Она рассчитана на больший крутящий момент, причем заметно больше, чем может развить двигатель объемом 2,7 на Спортаже. Поэтому ее срок службы очень и очень длительный. Вообще, на практике эти трансмиссии спокойно выхаживают по 350 и по 400 тысяч километров пробега. Главное, все-таки время от времени меняйте в них рабочую жидкость. И подходите к эксплуатации автомобиля с головой. Что касается ходовой части второго Спортажа, то подвеска здесь получилась достаточно неплохая с точки зрения ресурса компонентов. И особенно неплохая с точки зрения стоимости ее обслуживания и ремонта. На ходу кому-то эта машина может показаться жестковатой, но по большому счету это уже дело вкуса. Что касается компонентов подвески с минимальным ресурсом, то сюда, конечно, относится все, что связано со стабилизаторами. В частности, передний стабилизатор, его стойки и втулки, как правило, плюс-минус, просится на замену в диапазоне уже 60-80 тысяч километров. Задний стабилизатор, бывает, сдается пораньше. Как минимум проявляя себя скрипом втулок. Сайлин-блоки же, например, в нижних рычагах выхаживают свыше 100 тысяч километров пробега. И примерно то же самое можно было сказать про оригинальные шаровые опоры, которые, кстати говоря, спасибо концерну Kia Hyundai, в данном случае выполнены на болтах. То есть они съемные, вы можете отдельно купить шаровые, поменять ее без всяких проблем, не меняя рычаг. Причем речь идет про оригинальные запасные части. Достаточно часто встречается на этих автомобилях с большим пробегом необходимость поменять один или несколько ступичных подшипников. Поэтому при осмотре подобной машины, во-первых, не пропускайте фазу тест-драйва и любой посторонний гул должен вас насторожить. А второй момент, пусть при осмотре и диагностике ходовой части, обязательно проверят те самые ступичные подшипники не только на гул, но и на наличие люфта. При осмотре снизу обращайте внимание на то, чтобы рулевая рейка, конечно, не стучала, хотя рейка выхаживает здесь под 150 тысяч километров без каких-либо посторонних, как правило, звуков, но к большим пробегам она может в том числе и начать подтекать. Рейка тут обычная гидравлическая, соответственно, есть и магистрали системы ГУР и все, что с ними связано, а именно протечки. Поэтому смотрите, чтобы все было сухо. То же самое касается довольно распространенной проблеме, связанной с протечкой заднего сальника коленчатого вала, так называемого коренного. Обратите внимание на то, чтобы у вас были целые пыльники на приводах, соответственно, чтобы не текли сальники этих самых приводов. Ну и из характерных именно для Спортейджа, либо Туксона, машиноаналога проблема, это передняя крестовина карданного вала. Достаточно часто именно она здесь имеет люфт, но благо проблема эта достаточно недорого устраняется заменой крестовины. Что касается задней подвески, в данном случае у нас есть достаточное количество сайлинг-блоков и эти сайлинг-блоки в задней подвеске после 100 тысяч километров вполне могут проситься на замену. А с поправкой на неопределенное качество резинок, которые смог устанавливать сюда предыдущий собственник, ресурс этих узлов предугадать сложно. Благо сайлинг-блоки эти недорогие, все это можно купить и поменять по отдельности. Но при осмотре задней подвески обратите внимание на то, чтобы сразу после покупки заниматься этим вам не пришлось. Ну, либо это будет повод поторговаться с продавцом. При осмотре задней части автомобиля на подъемнике также обращайте внимание на предмет наличия ржавчины. Понятно, если речь идет про старый автомобиль, налет поверхностный в любом случае может присутствовать и в данном случае, возможно, уже пугаться этого и не стоит. Но особое внимание на задний левый ленджерон. Именно в этом месте, как правило, стартует коррозия днища. Причем в некоторых случаях эта коррозия может оказаться уже сквозная. Что касается системы полного привода, то на этих автомобилях используется классическая для кроссоверов схема. Основные ведущие колеса здесь передние. Ну, а при необходимости задняя ось подключается в работу через муфту. Так вот, с этой муфтой вполне могут быть проблемы. Явление это не сказать, чтобы особо часто, особенно если сравнивать его с третьим Спортажом, он же АХ-35, либо, например, с более тяжелой Кио Соренто второй генерации. Но, хоть и изредка, недействующий полный привод на подобных машинах встречается. Поэтому, первое, при осмотре автомобиля на тест-драйве, обратите внимание, чтобы при трогании с места на твердом покрытии, при полностью вывернутых колесах, автомобиль делал это нормально, без лишнего напряга и ни в коем случае не останавливался под сброс газа до полной остановки. Это без нажатия педали тормоза. Если же при попытке маневрировать вы четко слышите и понимаете, что машина тащит одно из задних колес волоком, скорее всего, проблема кроется как раз-таки в неисправности полного привода. В некоторых случаях муфта может чиниться достаточно бюджетно, в кавычках, конечно, в случае, если проблема кроется в вышедшем из строя подшипнике, либо в необходимости реанимировать электрические разъемы, которые ей управляют. Но иногда придется менять и всю муфту целиком. И в этом случае счет за ремонт относительно стоимости автомобиля может оказаться весьма и весьма внушительным. Ну и последнее. Если вы купили и эксплуатируете Sportage, не пренебрегайте обслуживанием тормозных суппортов. Достаточно часто на этих машинах встречаются и закисающие направляющие, и выработка, которая приводит, собственно говоря, к люфту суппортов. Кстати говоря, при осмотре автомобиля на всякий пожарный обратите внимание на то, насколько исправны тормозные шланги, поскольку с текущими тормозными шлангами на данных автомобилях сталкиваться нам приходилось. Изначально эти компоненты не отличались чрезмерно долгим сроком службы. Так что на каждом ТО не лишне будет убеждаться, что с тормозами все в порядке. Ну а теперь выводы по второму Sportage, как по модели в целом. На самом деле, если вам нужен паркетник с полным приводом на классическом автомате, и при этом вы хотите надежный двигатель и относительно недорогое содержание автомобиля, присмотреться к этой модели до сих пор стоит, несмотря на то, что последние автомобили сошли с конвейера 12 лет назад. В активе у этих автомобилей однозначно силовые установки и коробки передач, по сути, самое дорогое, что есть в любом другом авто. Состояние кузова при визуальном осмотре вы определите достаточно непринужденно. Естественно, осмотрите машину с толщиномером на предмет окрасов и наличие следов восстановления кузова после серьезного ДТП. Что касается кузова и его сопротивляемости ржавчине, да, тут есть определенные вопросы, но, во-первых, никто не мешает вам проконтролировать при покупке автомобиля его состояние на предмет коррозии визуально, а второй момент, если предыдущий собственник достаточно щепетильно относился к чистоте и, например, подверг автомобиль хотя бы минимальной антикоррозийной обработке, и вы, в свою очередь, продолжите ряд профилактических мероприятий после покупки такого автомобиля. Ну, а что касается подвески, то, несмотря на то, что некоторые ее компоненты могли бы послужить и подольше, в целом стоимость восстановительного ремонта ходовки на втором Спортаже не будет разорительна. На сегодня это все. Если наш обзор оказался чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну, а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас был второй Спортейдж, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть, в чем нас дополнить, в чем нас поправить, пишите это в комментариях. Также, поскольку людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Хорошего вам дня и до новых встреч на канале. Пока!